Всем привет! В эфире заметки о Черкесии. Сегодня у нас в гостях Днепрагим Яканов, заводчик лошадей кабардинской породы. И сегодня мы поговорим про кабардинскую породу лошадей, что из себя представляет эта порода, какие отличительные признаки и какая у нее история. Другим, спасибо, что согласились на интервью. Перейдем к основной тематике. Для тех, кто не в курсе, чем отличается именно кабардинская порода лошадей? Какие у нее отличительные признаки? Ну, кабардинская порода была создана исключительно для военных целей. Ну, соответственно, качества должны были отвечать требованиям похода. У нас есть институт, институт ЗЕКО, это поход. Ну и, соответственно, все князья, орки, они имели свои табуны и селекционно работали исключительно направлено для похода, для этих целей. Ну, основными тремя столбами для орков являлось то, что они, во-первых, были людьми военными, сугубо военное сословие, которое не имело право заниматься какими-нибудь гражданскими специальностями, особенно торговлей. Уорк должен был безмерно быть свободным. Кроме Хабза и Уорк-Хабза других авторитетов для него не существовало. И, конечно же, третий столб – это иметь свой табун лошадей. Чтобы выйти в такую военную дорогу, надо было полностью доверять своему коню. А чтобы доверять своему коню, надо было его вырастить самому. Ну, и согласно этому принципу, все князья старались иметь свой табун лошадей, и конь, на котором он выходил в дорогу, был выращен им самим. То есть вот эти истории, когда он лично сам князь мог бы этого... Да, да, это была единственная гражданская профессия, которой они могли себе позволить ухаживать, смотреть за лошадьми и, конечно же, заниматься селекционной работой. Князь всегда в поход выходил на жеребце, только один князь имел право выйти на жеребце, остальные все были на меренах. Потому что в партии, если два жеребца, это был бы очень большим скандалом. Конечно, два жеребца в одной группе уместиться не могут, слишком большая между ними будет конкуренция. Они вести себе, да? Да, да. А в такой партии, особенно когда шли в набег, группа должна была быть как можно меньше и как можно жестче. Мажора Гуажу, это такое слава, в общем, по-кабардински у нас есть. Это обуславливалось, в общем, тем, что приходилось очень долго перемещаться на незнакомых территориях. Чем больше группа, тем больше риска себя обнаружить. Кроме того, конечно же, военные трофеи тоже надо было как-то делить. И, конечно, в большой группе говорить о каких-нибудь там значимых трофеях уже не приходилось. А трофеи всегда делились поровну, независимо от ранга. Ну и, соответственно, все эти условия диктовали требования к лошадям. Соответственно, лошади должны были быть очень выносливыми, интеллектуально развитыми. Ну и они сами должны были как-то ухаживать даже за собой. Есть одна фраза такая научная. Самое лучшее кормление лошадей кабардинской бороды – это не кормить. А отпустить на свободу, предоставить себе. И за ночь конь уже к утру будет готов. Сытый дом. Да. Надо просто дать ему свободу. Ну и, соответственно, все эти качества отрабатывались столетиями, вела селекционная работа. И князь, который проверил нового молодого жеребца в походе, мог спокойно отпустить его в косяк кобылам для дальнейшего развития своей породы, для селекции своего табуна. Ну, основным, самым, в общем, большим требованием к лошади – это была, конечно, выносливость. Потому что месяц, два, три люди были в походе, днем шли отдыхать, возможность была только ночью. Или, может быть, наоборот, в зависимости от обстоятельств. И вот здесь, конечно же, выносливость лошади играла самую важную роль. Потому что преодоление больших, в общем, дистанций, а кабардинские князья ходили за Дон, ходили за Волгу. По шелковому пути некоторые умудрялись доходить до золотого треугольника Ашхабад, Душанбе и Самарканд. Брать там под охрану караваны, которые с Азии шли на Европу. И начиная от золотого треугольника через Дербент до Крыма, до Керченского пролива, они сопровождали, охраняли. И на этом неплохо зарабатывали. Практически основная экономика в Кабарде у князей была основана именно на шелковом пути. Кто-то и торговал, кто-то обслуживал, кто-то охранял, а кто-то и грабил. И на этом, в общем, строилась вся экономика. И практически можно сказать, что кабардинские князья в экономическом плане именно поднялись на шелковом пути, охраняя и оберегая шелковый путь. А кавказский участок шелкового пути, это Дербент, порт Кавказ, ну или Керченский пролив, он проходил как раз здесь. И в центре находились кабардинские князья, которые контролировали этот шелковый путь. Такие великие завоеватели, как Тамерлан, в общем, в частности, пришли на Кавказ, чтобы взять под контроль именно кавказский участок шелкового пути. И здесь, конечно, к лошадям были очень большие требования, и они оттачивались столетиями. Ну а, собственно, образ вот лошади, насколько я понимаю, она небольшого роста, да? В разные года во всем мире, во всем мире, все коневодство мира, оно меняется, оно растет. Растет также и в росте, растет в своих качествах. В Госплеменкниге в 50-х годах последний стандарт был установлен как 155 сантиметров холки. Но сегодня наши лошади немного выросли, все коневодство в мире выросло. Некоторые считают, что если лошадь рослая, значит она не кабардинская. Это ошибочно, мы тоже имеем право на развитие, имеем право на рост. И здесь вот эти стандарты нужно менять периодически. Если 200-300, а может быть и 1000 лет лошади были низкорослыми, на таких низкорослых лошадях, в общем, ездили во всем мире. Ну, скандинавы, например, они люди были очень грузные, тяжелые. Крестоносцы, кроме своего веса, еще имели около 30-50 килограммов еще брони. Поэтому им требовались более крупные лошади. Но такие крупные лошади, они на длительные такие дистанции, они не могли передвигаться, потому что, ну, в ряде причин. А вот эти низкорослые, крепкие, сухие, в общем, лошадки, которые могли днем, весь световой день преодолевать вот эти дистанции, отдыхать, в общем, короткое время. И при том, они могли обойтись и подножным кормом. Если сейчас в Европе все породы лошадей, вот эти знаменитые европейские лошади, уже не могут обходиться подножным кормом, их надо обязательно подкармливать. Они, в принципе, щиплют, в общем, травку, но прожить за счет этой травы они уже не в состоянии. И благодаря вот нашей отсталости, скажем так, мы как-то отстаем от Европы, мы, вот в нашей отсталости остались некоторые прелести. Благодаря этому наши лошади еще могут пастись. А это очень важно. По той причине, что если большая группа всадников выйдет в дорогу, то она будет вынуждена взять с собой большой обоз, в том числе и фураж. Это наглядно видно, в Голицыно стоит, в общем, сейчас кремлевский кавалерийский полк. И они каждое лето переезжают на летние квартиры, за город. И я один раз так смотрел, как они переезжают, это за ними такой огромный обоз с фуражом, с разной утварью. А кабардинцы всегда передвигались на лещике. Если где-то могли найти немного подкормки, они подкармливали, но в основном лошади обходились под ножным кормом. И вот одно из этих свойств. По кабардинцев можно узнать по типу головы. Если арабская порода лошадей, в корне отличающаяся от наших, в общем, лошадей, у них щучья голова и на лбу яма, то у кабардинцев, наоборот, они горбоносые. Горбоносые, длинными, заостренными, как шампур, ушами, низкий курб, более короткие ноги, чем у английских лошадей, но копытный рог очень крепкий. То есть еще, я так понимаю, хребет как-то выступающий, из-за чего всего особой формы? Да, 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 но если курб опущен, то хребет, он уже чисто геометрически становится, в общем, высоким. И вот эти все качества, они были направлены исключительно на выносливость, на то, чтобы можно было бы на этих лошадях передвигаться в горных условиях. А в горных условиях очень тяжело передвигаться. Камни, уступы, в некоторых местах даже лошади вынуждены прыгать наверх по каменным, в общем, ступенькам. И здесь, конечно же, физиология лошади должна быть приспособлена. В общем, к этому, потому что не каждая лошадь, например, может двигаться в горах при больших перепадах. Плюс ко всему, чем выше поднимаешься, тем меньше кислорода. Лошадь должна быть адаптирована к кислородному голоданию. Лошади, которые адаптированы, в общем, которые привыкли уже к кислородному голоданию, спускаясь на равнину, они буквально летают. Достаточно полвздоха, чтобы организм насытился кислородом. До такой степени они привыкают к кислородному голоданию. А вот верная история такая, я вот читал, сейчас не вспомню точно источник, что когда готовили лошадь к походам, там был такой момент, что ее нужно было сильно откормить в какой-то день, а потом лишить ее еды и в холодную воду ее еще как-то договорили. То есть, что она как-то вот огребует жирок вот этот вот прослойка. Нет, нет, вот существует очень много вот таких вариаций, там можно импровизировать до бесконечности. Некоторые утверждали, что лошадей держали обязательно в темном погребе. Потом, чтобы обязательно лошадь брала, в общем, корм с углубления, с ямы. Это все под собой особой почвы не имеет. Лошадь должна быть готова к походу физически. То есть, она не должна быть жирной, она не должна быть худой. У нее должно быть атлетическое тело, как у любого спортсмена. И лошадь должна, конечно, работать каждый день. Ну, особой подготовки не было по той причине, что орк, встав утром, садился, в общем, на коня и был вместе с конем целый день. Целый день лошадь была в работе. То есть, он всегда был готов выйти в поход. Есть такая поговорка, куда князь ходит пешком. Князь пешком мог ходить только в похожее место. А в остальные места он обязательно должен был ехать верхом на лошади. И вот этот образ жизни, он подготавливал коню к походу. Если каждый день конь находится с князем, а князь не имеет права ходить пешком, лошадь была всегда готова. Вот еще такой вопрос. Были, я не знаю, это подвиды, получается, пород были, да? Например, шагдил, потом шагдов, ну, еще много разных. Какие-то есть сегодня, какие-то нет, я так понимаю. Ну, таких источников, где все это подробно описывается, у нас нет. Но, когда занимаешься вопросом, вопрос уже сам диктует тебе другие, в общем, вопросы, на которые надо отвечать. И вырисовывается такая четкая, в общем, картина. На мой взгляд, опираясь на те источники, которые у меня были, особенно самыми надежными источниками были наши старики, которые слышали об этих лошадях от своих дедов. И это из уста в уст всегда передавалось. Если на бумаге можно написать что-нибудь нереальное, и оно может, в общем, утвердиться, то в сказаниях этого не было. Преимущество сказания находилось в том, что она всегда через все эти годы шла именно так, как от нее в песенном варианте. Потому что не один человек сидел и писал, а об этом говорили через десяток, сотни человек. И одному как-то изменить это было практически невозможно. И вот я думаю, что пород у черкесов было четыре. Самой старой является порода хуара. О нем в нартовском эпосе очень много говорится. В частности, я процитирую небольшой отрывок. Боденога из ширхуара. Лошадь Боденога была из породы хуара. Ну, нартовский эпос наукой признан минимум около четырех тысяч лет. Дальше мы встречаем породу шоуноху. Русское имя шолох. Шолох. Это имя идет вперед, начало от кабардинского князя Шолоха Твостанова, который вывел свою породу лошадей. То есть, кардинальное какое-то изменение. Скачок породы можно считать уже новой породой, если она кардинально изменилась. И вот здесь идет кардинальное изменение. Легенда о князе Шолоха, как к нему попадает неимоверно красивый жеребенок. Это, наверное, отдельная тема. Об этом можно рассказывать несколько часов. Но вот эта селекционная работа, которую провел князь Твостанов, дала начало новой породе, которая стала знаменита на весь мир. И третья порода, скажем так, Шагди. По-кабардински переводится Шагади. Шагади это быстрый конь, который скакал так быстро, что пуля, которая летела ему вслед, остывала, не догоняя этого коня. Ну, это такое образное выражение. Это арабо-кабардинская порода лошадей. Да, ну, весь мир, есть такой научный термин, улучшение породы. Если ты привил какую-то кровь, это не значит, что ты его улучшил. Улучшение породы, это означает развитие породы. Это чисто научный термин. И вот для развития пород весь мир использует арабскую кровь. Она подходит практически ко всем. В 70-х годах была очень большая программа на Малкинском конезаводе по улучшению кабардинской лошади за счет английской чистокровной породы. Но результаты были очень плачевными. Была зарегистрирована англо-кабардинская группа лошадей, которая оказалась, что если он скачет, он не может догнать своего родителя англичанина. Если он ходит, то он не может ходить, как родитель кабардинец. Что-то, выражаясь народным языком, получилось ни рыба, ни мясо. Но был прекрасный экстерьер, он стал выше, красивее. Некоторых англо-кабардинцев даже использовали в Троебории, в Пятибории. Но туда попадали единицы, это было больше исключение, нежели брага. И кабардинские князя также в одно время использовали карабахскую породу для улучшения князя Ашаба и, конечно же, арабскую кровь. Кабардинцы мусульманами, так мусульманство твердо утвердилось, где-то около 200 лет. И князя, которые после 60 лет они завязывали с военным ремеслом, уходили на пенсию, придавались религии, оптовой торговле, в основном это был скот. Они путешествовали, ездили, многие ездили в хадж. И по возвращениям из хаджа они привозили этих прекрасных арабских жеребцов и начали прививать, в общем, кровь для улучшения общей селекции. Ареал обитания кабардинских лошадей, он очень ограничен. Соответственно, поголовье тоже маленькое. Этот ареал больше, чем то поголовье, которое может прокормить, содержать не может. Поэтому мы постепенно начинаем, в общем, приходить к родственности крови. Если арабских и английских лошадей в мире миллионы, то кабардинских лошадей и в Карачаево-Черкесии, и в Адыгее, и в Кабардино-Балкарии ну, несколько десятков тысяч, в лучшем случае. И, конечно же, здесь идет смешение родственной крови, что в селекции не допускается. Это приводит к мутации. И чтобы как-то обойти этот момент, крайне важно прививать какую-то кровь. И мы, конезаводчики в республике, перед которыми такая задача стоит, мы постоянно ищем какие-то другие породы лошадей, которые по своим качествам могли бы подойти к нашей породе и дали бы улучшения, не меняя вот этих качеств, над которыми мы все это время работали. Скрещивание с английскими лошадьми дает очень серьезный спад. Скрещивание с арабскими лошадьми спада не дает, но и большого развития и толчка тоже нет. Поэтому мы пытаемся еще и экспериментировать. Теоретически есть еще породы, с которыми можно было бы скрестить наших лошадей, но любая теория, не подтвержденная практикой, особо ничего не стоит. Поэтому практически вот это все проверить у нас просто не хватает финансовых средств, и без какого-то иерархичных. А по этой части вот еще, вот, то есть, трамвы встануты, трамвы, 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 это имеет отношение к конец. Да, трамвы, это абазинские князья, жрештиевы, бачкан, ашаба, эти, отожукины, все эти состоятельные князья имели свои табуны, и они были многочисленными. Соответственно, каждый из них развивал какое-то, в общем, качество. То есть, этих лошадей, благодаря их нечисленности, потому что эти князья могли себе позволить содержать большое поголовье лошадей, они начали становиться узнаваемыми. И эти не являются породой, это ветвь, ламантийская порода. И таких ветвей около 25 раз. Просто каждый хотел выделить свои табуны. Табуны не в том, чтобы он хотел выделиться. Каждый работал на свое усмотрение над селекцией своего табуна. Соответственно, у кого-то это лучше получалось, у кого-то хуже, кто-то шел в одном направлении, кто-то в другом направлении, и лошади немного начинали отличаться друг от друга, даже на внешний вид. В частности, если у одного князя около 3-4 тысяч голов лошадей, а в 2005 году, когда по миру начал уже ходить тень Первой мировой войны, все начали готовиться, русский князь по распоряжению русского царя была проведена инвентаризация поголовья лошадей. Кабардинские князья были основными поставщиками лошадей для русской кавалерии. В том числе и для турецкой кавалерии. Также поставляли кабардинцы. И вот здесь, чтобы знать, какое поголовье лошадей, на какое поголовье он может рассчитывать, они провели инвентаризацию, и только у Атажукиных было около 3-х тысяч голов. При таком поголовье можно замкнуть селекционную работу, менять жребцов между косяками, ну, 200 косяков. А по кабардинской технологии разница должна быть 7 поколений. И, в принципе, при таком поголовье обеспечить 7-кратное поколение было возможно. Поэтому эти лошади уже становились узнаваемыми на внешний вид и по своим качествам. И эту лошадь уже называли именем князя, который его содержал, который его выводил. Поэтому это уже ветви кабардинской породы. Боргимов, расскажи тогда еще такой вопрос важный. Исторические источники, да? Какие-то есть самые ранние источники, которые говорят, допустим, о лошади кабардинской породы? Ну, исторические черкесы встречаются в очень позднем периоде. В частности, в Египте. Часть мамлюкских султанов были черкесами. Соответственно, и при них были черкесские лошади. И за счет лошадей, конечно, все эти походы, которые они, все войны, которые они совершали, они были возможны, они происходили. Именно мамлюкская кавалерия была. Есть такой сюжет, когда Наполеон воевал с мамлюками, описывается, как он стоит со своими генералами на возвышенности. Внизу, чуть ниже, стоит артиллерия. И мамлюкская конница атакует артиллерию. И он обращается к своим соратникам и говорит, господа, смотрите, как погибает лучшая кавалерия мира. И мамлюки, не успев соприкоснуться с врагом, были в упор расстреляны картечью из французских пушек. Потом, более позднее, 1557 год, Иван Грозный женился на кабардинской княжне дочери тогдашнего правителя Темрюки Идарова, который искал себе союзников на севере. Часть кабардинских князей искали союзников на юге, в Османской империи. Конечно же, здесь исторически, как это было во всем мире, была междоусобная война. Все искали себе союзников. И вот тут был военно-политический союз между Россией и Кабардой, который был, как тогда принято, закреплено браком. В Москву отправилась свадебная процессия из 5000 человек. Они основали недалеко от Кремля Черкесскую Слободу. Это примерно район современного Черкизова. Братья крещенной и нареченной Марией, дочери Темрюка Идарова, два брата сопровождали его, оба служили при дворе Ивана Грозного, и они были основателями опричтены Ивана Грозного. Вместе с этой свадебной процессией туда были доставлены около 2000 лошадей, которые подробно описаны при дворе Ивана Грозного. Позже кабардинская порода лошадей была канонизирована в Борисоглебском монастыре, и была икона кабардинской лошади, которая сейчас хранится в Третьяковской галерее. Очень много источников Османской империи. В частности, после русско-кавказской войны кабардинцы, которые жили в Турции, поставляли в турецкую армию именно кабардинских лошадей, которых они с собой взяли и выращивали. Там же, недалеко от большого экономического центра Кайсери, так называемого Узунья-Иля, это горные пастбища, которые очень были похожи на наши альпийские луга. Именно поэтому кабардинцы остановились там и заселили эту территорию. И они тоже подробно описаны при Османской империи, источников очень много. И плюс ко всему, культура коневодства очень уникальная. Ну, например, у нас есть черкесское седло, которое практически не похоже ни на одно седло в мире. Оригинальная подушка, она оригинальна тем, что если, например, драгун, а драгун это была кавалерия Наполеона, драгунское седло с 1812 года, еще с той Отечественной войны, Кутузов получил это седло как трофей с драгунов и Наполеона, производится в России как офицерское седло. Практически особо не измененное. Еще с тех времен. Если на этом седле в бою всадник потерял стремена, то это становится очень большой проблемой. А если черкес потерял стремена, то это особой проблемой не становится, потому что он в седле держится за счет вот этой оригинальной подушки. И для горной езды, и для длительных переходов черкесскому седлу просто нету равных. То есть целый пласт коневодства, целая культура коневодства, куда входят особые условия содержания, особые условия воспитания, седло и, конечно же, какая-то военная культура, как вот ЗЕКО, у нас целый институт, где эта лошадь широко использовалась. Я еще, кстати, от себя отмечу, был такой генерал русский, который в 1830-х где-то годах упоминал, что когда чума прошла, которая пагубно влияла на Кабарду, он же писал тогда, что вот не силой, а вот эта чума спасла, как говорится, на русскую вот эту, как бы вот эти войска от страшной вот этой вот, как бы огромной силы в виде кабардинской кавалерии, которую никто не мог победить. Говорит, если бы не чума, мы бы ничего с ним не сделали. Но это русский генерал, да? Ну, да, практически Кабарда не была покорена военным путем, Кабарда перестала сопротивляться после чумы, которая была занесена как бактериологическое оружие. У нас есть одна традиция, это вещи умершего всегда раздают родственникам и ближайшим друзьям. Когда разведка доложила об этом, возник, в общем, план занести чуму, а чумы на Кавказе не было. Кабардинцы были просто стерильны к этой, в общем, болезни. Ну, и, соответственно, после чумы практически население, которое могло бы сопротивляться, просто не осталось. Понялось. Ну, и последний вопрос. На сегодняшний день насколько развита коневозство в плане разведения кабардинской породы лошадей в России, в мире? Ну, в 90-х годах республика была на грани потери этой породы. Практически из-за экономического кризиса народ практически перестал разводить лошадей, потому что даже содержать одну корову было очень накладно. тем более держать лошадь, которую в быту особо не используют. А лошадь, в основном, военная порода лошадей использовалась в кавалерии. С появлением технологий кавалерия отошла, авангардом армии стали артиллерия и танковые войска, и практически основным потребителем, основным заказчиком лошадей была армия, она перестала использовать лошадей, в результате поголовье и качество начало падать. И в 90-х годах была и в Карачаево-Черкесии, в том числе, и у нас была учисленность подошла к катастрофе, и мы могли его потерять. Но, благодаря энтузиастам, чабанам, пастухам, которые в горах, особенно лесники, содержали на зло государству небольшие, в общем, косяки, благодаря им порода была спасена. Сейчас более-менее она развилась, хотя критическое поголовье еще не набрано, мы еще находимся на этом уровне. Есть энтузиасты, которые разводят лошадей. Коневодство в республике не является бизнесом, оно денег не приносит, это этнический проект, для многих это хобби. Очень много стало любителей, в общем, которые любители коневладельцев, которые имеют и содержат лошадей в селах, многие содержат на ипподроме, начали появляться небольшие конеклубы, где можно ориентовать денег, и, конечно же, конезаводчики, которые вместе со своим со скотом, в общем, с овцами, те, кто находятся в горах, держат еще и косяки лошадей. Есть очень серьезные конезаводчики в республике, Шагенов Алим, Шагенов Муса имеют прекрасные косяки, в общем, кобыл, Жиляов, Хасен, ну и другие. И я думаю, что именно благодаря этим энтузиастам сегодня еще можно говорить твердо, что кабардинская порода лошадей будет спасена. На этой оптимистичной ноте я думаю, мы закончим наше интервью. Хочется бы пожелать, что действительно все это исполнится и кабардинская лошадь станет таким ярким символом кабардинцев и адыгров вообще в мире и будет оставаться таковой. Брагин, спасибо большое за интервью. Огромное спасибо. Ребят, ну, вы услышали, задавайте вопросы, если у вас есть какие-то уточняющие, пишите комментарии, ставьте лайки, делитесь с друзьями и до новых встреч. Всем пока.